Всем привет! Сегодня поговорим о трех низкопольных трамваях. Начнем с Петербурга. В конце января компания ПК Транспортной Системы начала сборку новых трамваев для Санкт-Петербурга. 11 двухсекционных низкопольных трамваев Богатырь-М и двух трехсекционных Витязь-М в модификации Витязь-Ленинград с алюминиевым кузовом. Кстати, это первое в России трамваи, кузов которых сделан из алюминия. Двухсекционные Богатыри-М вышли на линии еще в марте. Санкт-Петербург стал первым городом, получившим трамвай Богатырь-М. С учетом трех обычных Богатырей, полученных в 2017 году, их общее количество в городе и на Неве достигнет 14. Пара новых Витязей вышла на линию только 17 апреля. Ранее Петербург уже получил 10 трамваев Витязь и 22 трамвая Витязь-М. И теперь общее количество разных моделей трехсекционных Витязей достигло 34. Перейдем к Москве. Она, в свою очередь, 12 апреля презентовала 4 новых трамвая Витязь-М в модификации Витязь-Москва, в которой увеличилось количество мест и ширина прохода. С 2017 года Москва уже получила 390 трамваев Витязь-М. Также 10 апреля в Москву прибыли первые односекционные трамваи «Львенок», произведенные ПК-транспортной системы. Что-то около 4 трамваев из 40 заказанных. Москва стала пятым городом, получившим трамвай «Львенок». В 2019 году 15 львят поступили в трамвайное депо города Улан-Удэ. В декабре 2020 года досрочно был выполнен контракт на поставку 29 львят в Ульяновск. Также в декабре 2020 был выполнен контракт на поставку 16 львят для Ижевска. А в феврале 2021 года была закончена поставка в Пермь 15 односекционных трамваев «Львенок», что увеличило общее количество таких трамваев в Перми до 23. Получается, что за последние несколько лет ПК-транспортной системы поставили в 5 городов России 87 односекционных трамваев «Львенок», 14 двухсекционных богатырей в Санкт-Петербург и 428 трёхсекционных «Витязей» в обе столицы, плюс один «Витязь» в Краснодаре. Всего 530 современных низкопольных трамваев трёх моделей. Об остальных моделях компании поговорим в следующий раз. На этом всё. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите, какие низкопольные российские трамваи вы знаете и какими вы уже пользовались. Субтитры создавал DimaTorzok